и снова всем привет дорогие друзья с вами как всегда андрей кропачев и сегодня мы с вами поговорим о том какой ноутбук лучше всего подойдет для работы в программе 3ds max главным преимуществом ноутбука является его мобильность портативность возможность работать в путешествиях в разных точках земного шара но на этом его на преимущество к сожалению заканчиваются поэтому если у вас стоит вопрос что выбрать ноутбук или стационарный компьютер то однозначно выбирайте компьютер недавно у нас был ролик о стационарном компьютере для программы 3ds max ссылку на него оставляю в описании а сейчас перейдем к конкретике для моделирования и визуализации в программе 3ds max вам понадобится купить топовый ноутбук с процессором седьмого поколения или даже выше да это дорого ни о какой бюджетной модели не может идти речи иначе вся ваша работа превратится в сплошной кошмар есть два разных семейства ноутбуков корпоративные и игровые отличаются они прежде всего внешним видом игровые ноутбуки имеют яркую раскраску подсветку дерзкий вид там резко выраженные дизайнерские формы но это не все в игровых ноутбуках стоят дисплеи с высоким разрешением мощные видеокарты процессоры с разблокированным множителем а это значит возможность дополнительного разгона также игровые ноутбуки лучше охлаждаются поскольку в них изначально заложено мощное охлаждение поэтому лично я отдаю предпочтение игровым ноутбуком корпоративные ноутбуки они выглядят более сдержанно не содержат лишних ненужных примочек например там мерцающей подсветки клавиатуры там в разных цветах зато они как правило легче разбираются и в них проще залезть там и заменить штатное оборудование на более производительное на мой взгляд идеальный ноутбук для работы в программе 3ds max это игровой ноутбук с процессором intel i7 7700 с тактовой частотой от 2 и 8 гигагерц видеокарты nvidia geforce 1080 с памятью 6 гигабайт в поддержкой шины PCI express твердотельным накопителем samsung объемом 250 гигабайт и выше и оперативной памятью 16 гигабайт но проблема в том что такой ноутбук в готовом виде купить практически невозможно его нужно собирать поэтому покупаем топовый игровой ноутбук какой-нибудь с процессором intel i7 там 7 700 или выше с тактовой частотой там от 2 и 8 гигагерца или больше с видеокарты nvidia geforce там gtx 1080 с памятью 6 гигабайт с поддержкой шины PCI express но например вот lenovo legion y720 и отдельно покупаем плашки оперативной памяти ddr3 емкостью 8 гигабайт каждая и ssd накопитель от samsung это в идеале если у вас в качестве штатного стоит жесткий диск то смело его выбрасываем ни в коем случае его не оставляйте иначе долгая индексация низкая скорость чтения записи перезаписи просто отобьют у вас все желание работать если же в качестве штатного у вас стоит твердотельный накопитель то его можно оставить а рядом с ним поставить диск с поддержкой шины PCI express операционную систему программу 3ds max vray photoshop coral draw autocad и все программы в которых вы будете работать их лучше установить на новый диск на нем же нужно создавать все проекты хранить материалы для этого проекта саму сцену хранить а после завершения проекта архивировать и перемещать уже на второй диск для хранения и так подведем итоги для быстрой бесперебойной работы в программе 3ds max вам понадобится топовый игровой или корпоративный ноутбук с такими параметрами нужен процессор intel i7 7 700 или новее с тактовой частотой от 2 и 8 гигагерц или выше видеокарта nvidia geforce gtx 1080 с памятью 6 гигабайт или мощнее твердотельный накопитель samsung ssd 250 гигабайт или выше с поддержкой шины PCI express хорошая игровая мышь также если вы желаете пройти обучение дизайну интерьера в программе 3ds max получить сертификат и новую высокооплачиваемую профессию то рекомендую вам серию своих обучающих мастер-классов которые я провожу дистанционно по skype обменявшись с вами экранами наиболее успешных курсантов мы берем к себе в штат на работу на постоянной основе стоимость уроков и все подробности по ссылке в описании оставляю желаю вам всем приятной работы всем всего доброго счастливо до свидания